Ну, а чтобы что-то нарисовать, я не знаю, ну, можно поиграть в игру, например. Опять же, я уже говорил, что, в общем-то, есть разные способы работы. Ну, один из наиболее распространенных, мокрое по мокрому, поэтому мне вот проще работать примерно так. А вы вот такие кисточки, да, проводите, а не поливаете? Ну, можно и поливать, можно, но в данном случае это так как-то вот, это, брутальный, наверное. Вот, ну это я с этой стороны. А другие еще вот таким голубоватым цветом ничего не делаете. В каком смысле? Ну, поле покрывает голубоватым. Ну, можно голубоватым, можно голубоватым. А почему обязательно голубоватым? Ну, потом это обратная сторона. Не будет, не будет, как это вот пишешь. Ну, не будет. Это обратная. Ну, вы правы. Вот, она обратная сторона, и я сейчас могу это сделать таким вот образом. А, это обратная сторона. Да, мне же нужно, вот, сейчас, чтобы нам что-то сделать. Я, собственно, могу ее просто водой покрыть, а могу заодно сразу уже делать цвет какой-то. Опять, сейчас мы уже создаем с вами какой-то экспромт, который, я не знаю, что из этого получится. Вот, и к желтому у нас, вы говорите, углубоватым, ну, поскольку вверху обычно небо, внизу обычно. Ну, ведь ваша какая-то образ уже есть. Нет, я сейчас просто опять нарисую. Нет, ну, я уже так думаю, что я, наверное, справа сделаю какие-то деревья, может быть. Я пока не знаю, я пока не знаю, я пока... Вот, я вот сейчас вот это делаю, и думаю, и рождаю. Вот тоже инструмент, вот лучшим мастихина старого я ничего еще не нашел. Вот многие карточки делают, некоторые там ногтем это делают, да, ногти уж как-то совсем. А вот он дает возможность делать вот такие вещи, такие, 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 вот. Ну, приближается по качеству, вот, вот эта моя искусственная кисточка, которую я делаю специально, вот такие вот штуки, она тоже примерно исполняет уши рули. Вот, видите? Но не так, мастихин это делаю тут просто идеально, да? Вот, а здесь у нас, я не знаю, что будет. Ну, вот, конечно, конечно, в идеале бы это все одной кистью делать, но не получается. Я слаб еще, еще не овладел я этим. Вот. Что там у нас, наш Иркутск, да? Какой-то современный. Иногда на треножнике это делаю, хотя на горизонтальной поверхности, в общем-то, даже и проще. Но много не постоишь, надо садиться, да? Это дом у меня такой вот, новый, современный. Вот, насчет выписывания тоже, я уже насчет этого и говорил, что я даже когда рисую архитектурные детали, я стараюсь не просчитывать количество колонн, количество этажей. Я специально закрываю на это глаза, потому что я знаю, что я вот ушел с этого места, и я вообще забыл, сколько там было колонн. А вот сколько их у меня здесь, вот, это важнее. Поэтому для меня важно не сколько там колонн, а насколько вот здесь у меня, это все соответствует. Не знаю, наверное, темный будет. Ну, хотя кирпичные же есть дома у нас. Сейчас подумаем. Да, ну, да, у нас есть такие, они красноватого же кирпича. И некоторые даже делают их со стилизацией под старые вот такие. Это тоже, архитектурная стилизация это отдельный разговор, тоже больная тема и для Иркутска в том числе, которые, иркутские архитекторы ведь так и не нашли стиля для своей архитектуры. Он у нас такой бесстильный и существует. Я им все время говорю, говорю, посмотрите, открытки, фотографии, ну, хотя бы 50-летней давности, 100-летней давности, той же Москвы. То есть открытки, покажи, сразу видно, это Красноярск, это Питер, это Москва, это это. Сейчас покажи открытки этих, и все, особенно Иркутска. И они почему-то этим не назначены совершенно, и не до этого. Тоже продажная архитектура, они сейчас отрабатывают деньги заказчиков, и им некогда решать эти настоящие проблемы искусства в архитектуре. Архитектура, между прочим, она всегда была искусством. Вот. Это в наше время это стало строительством. Сейчас пока здесь не знаю, что будет. Там вот так вот, тут вот так вот. Но земля у нас всегда материальная. Ну, вы особенно-то, как бы, тут на меня не смотрите, я же могу себе позволить такое волосство, а вам-то нельзя. Вам-то конкретно задачу будут ставить. Вот когда дорастете, до моего возраста будете баллы. Вы можете подражать. Подражать, вот подражать. Я вот всю первую часть про то, что подражать, это как-то не очень хорошо. Это не хорошо, но это не больно будет. Нет, ну видите, в чем дело. Надо подражать не приему, а вот концепции. Потому что я думаю, что подражать желанию быть искренним и честным, это достаточно такое хорошее подражание. Вот там у нас будут деревья все-таки такие расти. Это, наверное, у нас будет бульвар. Да, вдохновляет, да. Вот разнузданная свобода, она вдохновляет. Там, как сказал поэт, что в мире только покой и воля, да. Нет счастья, а есть покой и воля. Ну, то есть то, что заменяет нам счастье. Нет, как там, нет в жизни счастья, лишь покой и воля, что это такое. Ну, так вот, под словом покой, он понимает, это успокоенность, то есть отсутствие суеты. А вот под словом воля, я думаю, там конкретно имелось в виду не воля, а вот свобода. А, вышел и беспредел. А воля твоя собственная воля в управлении всеми этими процессами. Вот если она присутствует, эта воля, вот, и если ты спокоен, без суеты живешь, то, наверное, вот оно и счастье. Вот, ну, рисовать, ну, я, конечно, сейчас делаю такой ускоренный вариант, скорее показывая, может быть, то, что капнуло, это ничего. Птички летают, иногда букашка заползет и ползет, и я думаю, ну, и пусть ползет, а то жизнь есть настоящая. Вот, мы когда в студенчестве делали архитектурные проекты, там отмывки эти все, чертеж, чертеж делаешь, 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 потом раз, тушь вылил нечайно, и такое пятно. И там работа вся на смарку. А я всегда так потом пришел к выводу, что самое гениальное, это потом это пятно превратить в такую фишку, которую я всех просто порадуюсь. Вот, вот это, да, ты же творец, ты хозяин этого листа, что бояться-то, ты же творец. Вот, собственно, недавно же я говорил про то, что мы все равны Богу. Вот, ну что, вот там, наверное, ну, человечка, ну, наверное, там, а, ну, тут машину будут. Вот сейчас вот, да. Можно, можно и кисточкой, наверное, делать. Вот, я, видите, вы что, думаете, я не умею рисовать машинки? Умею. Вот, думаете, я не умею рисовать домики? Умею. Я вот это рисую сознательно так. Ну, она, это сознательно не прежно, понимаете? Это жест, который показывает движение глаза. Опять же, машина, дом, все, что мы видим, это все в нашем сознании не зафиксировано. Это фиксировано только в тупой фотографии. А в произведении искусства это все не зафиксировано, как и в нашем взгляде. Мы вот посмотрели, тут же, в одно мгновение мы взгляд отвели уже. И все уже съехало. И все, мы уже забыли, сколько там окошек. Мы уже забыли, сколько там этих самых. Мы уже забыли это. Ну, вот я знаю, что машинка едет и едет. И мне, собственно, вот такое вот рисование, вот то, что вы говорили. Я чувствую себя здесь честным. Вот я с этого начал, видите, я этим закончу. Я вот даже, видите, почти уже перестал палитрой пользоваться. Ну, есть много приемов правильного подбора цветов, цветовой гаммы. Особенно сегодня, там, например, в этом самом фотошопе или там в компьютере, там просто готовые гаммы уже есть, заготовки. Бери и получишь правильную работу. Для дизайна так и надо. Дизайн, он как бы, это же для заказчика, это для того, чтобы что-то было там. Но там силуэтик совсем черный, наверное. Я не знаю, там вот там свет будет, не будет. Вот он здесь вот. Вот видите, я еще не совсем китаец. Мне нужна опора. Хотя китайцы умеют рисовать вот такие вот линии. И они тогда живые у них получаются. А я все-таки еще архитектор. И не могу избавиться от этого качества. Мне все время нужен вот такой вот инструмент, как ресфедер или ручка. Вот, для того, чтобы вот эту опору иметь. Хотя я и пытаюсь линии проводить уже все-таки не совсем правильные. Потому что, понимаете, до чего дошел человек к 60-х годам, учится неправильно рисовать. Вот, собственно, я этим, собственно, и занимаюсь. Вот. И тем не менее мне нужно. А там же у нас какая-то дурацкая... Вот еще одна проблема для меня большая. Рисовать или не рисовать рекламу. Вот вы знаете, особенно Старый Иркутск. Это такая для меня боль вообще. Вообще это неразрешимая задача. Это задача неразрешимая. Выходишь рисовать Старый Иркутск, особенно вот в 130-м квартале там вообще как бы крак сплошной. Там архитектуры-то уже нету. И композитор Шнитке, одному молодому композитору, который к нему пришел с музыкой со своей... А Снитке был крутой авангардист, между прочим. Про его музыку сказал. У вас не музыка, у вас дизайн. Подразумевая под этим, я не хочу дизайн типа как-то обругать. Дело в том, что всему свое место. Вот в этой картинке здесь дизайну не место. И, кстати, на фасаде он тоже должен быть очень-очень правильным. Когда там многие считают, что вот если уляпать фасад рекламы, то это и есть дизайн называется. Многие называют это дизайн. Это не дизайн, это варус и убийство вообще среды. Дизайн настоящий, хороший дизайн. Конечно, он свету сохранит, сохраняет. Он с архитектурой работает как бы в содружестве. А мы видим повсеместно на наших домах, когда новое убивает старое. Когда новое убивает старое, ну что это? Это плохо, мягко выражаясь. Ну, в современном городе вот это все возможно. Тут всякие какие-то дурацкие вывески висят. И для меня всегда проблема. Ладно, в современном городе, да, там вот этот полный сумбур цветовой, он всякий пластический, какой угодно сумбур. А мне каково? А мне рисовать этот сумбур или не рисовать? И происходит интересная магия. Она такая странная. Вот Ленин я лично провел, да? Черт побери. Заболтался? Да я хотел, чтобы она была у меня не такая мощная. Да, красивая пластическая. Ну, черт, она подпортила, конечно. Там было красивее. Ну, конечно, в пубиску больше. А, вово, замазать, да, рекламой, да, действительно. Ну, посмотрим. Никто же не знал, как должно быть. Вот я всегда говорю, но никто же не знает, как должно быть. Потом все равно думают, что так и надо. Вот. Ну, это мы как бы там фон создали. А здесь что-то на переднем плане у нас должно быть такое иркутское. А там придумаю что-нибудь. Ну, и, наверное, если вы когда-то были архитекторами, то примерно знаете, как устроен дом. Где у него что, куда свисает. Здрасте. Чего ж вы так поздно-то? Мы с вами аналиста. Нет, уже все. Все, я для вас специально повторять не буду. Олег, ну прям научиться дальше. Всем больше дается. Ничего. Я только воскресенье хочу получить. А, ну, ну, я понимаю. А, те, кто накончили. Ну, да, кончил я его. К сожалению, к счастью. Конечно, к счастью. Это самая лучшая профессия, которую я могу только представить себе в жизни. Вот. Сегодня все-таки архитектурное образование, это чисто дизайнерское образование. А у нас даже был выпуск, назывался новосибирский архитектор-художник. И архитектура все-таки, она, вот, многие сейчас уже даже об этом забыли, она принадлежит, вообще-то, там не хватает, не гуляет себе на подложку. Сейчас возьму. Вот, если испорчу. Ну, ладно. Вот. Чисто художественной профессии. Вот, произошел, за 50 лет, произошла большая такая тенденция перехода архитектуры в строительство, в дизайнер, в лучшем случае в дизайнер. А в наше время все-таки это было искусство, это было художество. Вот. Там этот вот старенький домик, да, ну, я не знаю, там за ним будем что-нибудь рисовать, пока не знаю, я сейчас подумаю. Я все время, видите, я вот не могу избавиться от потребностей думать. Вот. Я вот все время думаю, как бы здесь лишнего не нарисовать и так далее. Вот там что-то происходит. Там, наверное, тоже машинки ездят какие-то. Там люди ходят, наверное. Вот. Там у нас наверняка столбы будут. Здесь, а, ну, здесь, конечно, здесь сам Бог придел этот самый сделать стоп-не-стоп, а вот этот вот фонарь наш. Они же у нас вот такие вот. Вот. Ну, и, ну, сейчас рано, но вообще здесь все вот... Я когда смотрю вот на город, все проводами перетянуты, ну, все. И я вспоминаю, вот сейчас надо подумать, надо ли вот затемнять вот эту вот часть, вот делать четкий контраст между зданием и небом. Есть два варианта, да, либо это на контрасте делать. Вообще в искусстве есть всего три приема. Вот всего три. И вообще вот три, вот этот треугольник, вот он действительно магический, самый устойчивый, да, два уже. А мы живем в трехмерном мире, поэтому три. Вот в чем секрет цифры-то три. Мы же трехмерные, да. Контраст, нюанс, тождество. Все. Вот на этом строится все. Вот здесь, в данном случае, нюанс можно сделать как контраст. То есть можно сделать жесткую-жесткую, темную такую. И тогда там засветится, да. Там засветится, а здесь теневая сторона. Тогда надо будет здесь затемнять, надо будет вот эти окошечки все делать здесь темнее, видимо. А сейчас как бы свет сюда проникает, он как бы даже обволакивает, выдает, как бы вот высветляет вот эту часть. Тоже задача. Тоже вот ее можно решать вместе. Ну, тот дом в тени яму стоит, да, а вот этот каким-то, ну, стеклянный, тот кирпичный, да, получился. Кстати, вот вы свидетельствует, что это делось прямо сейчас, а здесь экспромтом. Вот здесь светловатые участки, здесь светловатые. Ну, здесь нормально. А вот этот домик, мы как раз, когда будет время, а у вас его уже сейчас нету, да, наверное. Я, наверное, не буду сейчас это доделывать. Еще 15 минут поздно. 15 минут. Можно долго, могу дать кому-нибудь порисовать. Опять же, орнаменты. Опять же, вот, был такой художник, забыл, по-моему, фамилия в Иркутске, Лобановский, который назывался. Он в советское время ходил по Иркутске, ну, по-моему, да, ходил и свисовывал Иркутские орнаменты. Я поражался. Вот зачем? Зачем он их свисовывал? Не знаю. Студента, я понимаю, который изучает декор, изучает конструкции. Студента заставить свисовывать орнаменты, это да, ну, это понятно, это грант. Когда взрослый, 50-летний человек, ну, я только могу это оправдание найти, что у него в табораторе были. Все. Торговый. Торговый. Да. То есть, лечь не об искусстве. Он хотел оставить о себе славу, да, или что? Нет, наследие предкам. Какое наследие? В виде чего? Какой орнамент? А зачем они есть? Давайте хранить вот эти орнаменты, которые же существуют. Зачем их свисовывать? Давайте, если мы хотим стопроцентно сохранить, давайте их зафотографируем за, как это вот у студентов есть, обмерной практики. Они приходят, сантиметрами мерят и оставляют документы, чертеж. Зачем 50-летнему человеку ходить? Ему нравилось. Это каприз. Вот это нравилось? Терпения хватало, я бы срисовывать. Арт-терапия. Арт-терапия в дурдоме. Ну а где еще? Ну, где чтобы успокоить человека, кому делать нечего, вот он будет сидеть и срисовывать. Я по студентам не говорю, просто где-то надо это делать. А когда человек 50 лет, у него впереди творческие задачи, он перед Богом завтра предстанет, он его спорсит. Что ты сделал вообще в своей жизни? Он говорит, срисовывал орнаменты. Срисовывал, он не новые изобретал, а он срисовывал старые. Так это можно с фотографией сделать. Вот видите, вот бессмысленная работа в наше время. Я понимаю, когда Леонардо да Винчи срисовывал эти самые, он птицы летали, и он срисовывал фазы полета птицы. Правильно у него киноаппарата не было. Если бы у Леонардо да Винчи был киноаппарат, он бы это все снял, разложил бы по кадрам, и не занимался бы этой гоночкой. Он экономил свое время, свое время. Ну ему надо, поскольку ему, он был же еще ученый, ему надо было разобраться, почему птицы летают. Он же там вертолеты заблевал сам, или там что-то, птицы лет какой-то. Ну, собственно, он эти фазы тестовывал. А другого-то способа не было. Не спасая вас, вы показали, что человек может свободен быть, валить должен. Человек, но не студент. Что я знаю, я не знаю, я не знаю. Это большая разница. Я не сказала. Когда вы ходите из института, идете домой, дома вы люди. А в институте вы студенты, и обязаны делать. Вот это я могу делать долго, интересно, но я думаю, все-таки, наверное, вам хочется получить. А с другой стороны, вы знаете, я всегда говорю, вот здесь на переднем плане ничего-то не хватает. Ну, конечно, здесь вот надо рисовать, рисовать, рисовать. Все это мы нарисуем. Вот там сзади что-то обязательно нарисуем здесь. Ну, а, кстати говоря, вот тоже надо... У нас же улица как бы туда пошла. Вот. Значит, мы вот этот вот столбик, не столб, вот этот фонарь, нарисуем туда поменьше. Такой вот. Вот. А туда он пойдет еще меньше. И тогда надо меньше брать краски. Вот так вот. И что-то туда пошло, пошло. Что там у нас на горизонте, я не знаю. Тут уже надо быть градостроителей наших спросить. Вообще, что там... Чем замыкается эта улица, да? Вот. Можем сами нарисовать, а можем просто там пространство оставить. Ну, ты ставите еще. Ну, вот, оставите еще. Тут с окнами, с этими, с этими. Но я про другое хотел сказать. Я о том, что я сделаю. Я все-таки здесь вот нарисую стоп, вот как тот. Потому что, ну, это ярко выраженное. Вот это такое вот иркутское... Какую рекламу. И уже на себя хватит. Хватит рекламу. Я здесь нарисую людей каких-то. Дворья. Я здесь вот нарисую... Да, ну, я это могу прямо сейчас сделать. То есть план уже есть. Работу мы уже начали как бы делать. Здесь мы нарисуем... Я не знаю, здесь вот... Здесь же бордюр какой-то. Вот такой вот, да? Вот. Здесь люди у нас ходят. А это дорога, да? Обычно на дороге еще там эти всякие знаки. Кунзевр. О! Вот я это и пытался изобразить. И вот, опять, видите, я же мог ее вот сидеть вот так вот, да? Правильно написать? В перспективе. Не буду. Принципиально. Принципиально. Я надеюсь, вы мне верите, что я умею нарисовать правильно, да? Но я хочу так. Потому что, когда мы идем по этой земле, мы не замечаем, что она исправилась. Она мелькает тут где-то там сбоку. Вот. Здесь, здесь, здесь. Здесь пятно белое осталось. Надо будет подумать. Я что хочу еще вот как бы здесь такое приятное нарисовать. А это... А у нас, кстати... Вот, кстати, у нас же вот эти оранжевые, да? Вот сейчас покрашены. Тоже вот вопрос интересный, дизайнер. Все ограждения оранжевым цветом ярко покрашены. Вот кто-то спорит, хорошо или это и плохо, но вопрос вообще обсуждаемый. По крайней мере, в центре города это безобразие, да? Вот там, где стоят здания 18 века, там где-то барокко деревянные, то вот эти оранжевые, это безвкусица, это просто издевательство над вкусом. С одной стороны, видно, что оно это вот... С другой стороны, да. Это функционально. Поэтому я говорю, вопрос обсуждаемый. Его надо решать. Но где-то можно, где-то не надо. А по районам я бы их вообще разноцветные не сделал. Я бы вообще, если бы я был главным архитектором, я бы все-таки районы Иркутские более... сделал самодостаточными. То есть, ну, очень условно, примитивно говоря, и не разноцветные. И, по крайней мере, мы бы по ограждениям уже знали, что мы находимся в этом, в этом и в этом. А если мы в центр попали, то извольте мне ограждение из 18 века сделать. Ну да, вообще-то да, правильно. И так далее. Вот мы все это понимаем, я не понимаю, почему этого не понимает наша самая главная... Экономика-то? Экономика-то где? Ну вот и все. Так, здесь мы уже... Молодим, как говорится. Вот поэтому, вот сразу вопрос возникает с чего? Каким цветом-то мне рисовать-то? Оранжевым? Нет. Я тоже не знаю. Оранжевым будет по-иркутски более, а почти черным... Ну, вот черный вообще использовать нежелательно вообще. Это тоже очень сложный такой вопрос, использовать черный цвет в акварели. Решайте каждый сам на уровне своей совести. Я каждый раз берусь, мучаюсь, отказываюсь, сам себе говорю, что а не надо было бы. Вот. Я одно могу сказать, что вот все-таки она не должна быть у меня жесткой, поэтому я ее сделаю, попробую сделать эту решетку. Здесь все-таки... Ну, чтобы она немножечко раз-раз-раз-раз-прощалась. Да. Ну, опять же, по той простой... По очень простому... Как это сказать? Доводу, что не чертеж мы делаем, да? Да. А смотрим мы на все на это. Ну, а решетку уж придумать, какая она там должна быть, это вот... Еще мне нравится рисовать, не отрывая руки. Почему? Наверное, вы уже поняли, потому что я говорю все время о жести. Вот этот жест такой вот, он естественный. Он как взгляд. Вот рука, которая идет, вот. Это как взгляд. Мы же взгляд... Глаза так не закрываем. Мы же смотрим, и наш взгляд движется. И вот как бы рука, это наша... И вот опять, я же мог бы эту решетку-то нарисовать, как тот Лобановский-то, да? Один в один. Но я же все-таки вот... Я-то хочу свои жесты проявлять, а не, как вы сказали, там в истории остаться. А мне-то интересно вот... А, да, ну, а поскольку мы с вами решили, что в старом городе должна быть все-таки честная старая архитектура, пусть там эти дизайнеры архитектурные портят Иркутск, а мы все-таки будем следовать, мы эту решетку сделаем еще более... Красивее. Красивее, боюсь. Табу у меня на это слово. А, скажем, более соответствующую тому времени, да? И как вот эта вот ковка металлическая, обратите внимание, хорошо совпадает, потом совпадет, и теперь я уже понимаю, как вот в этом узле завяжется у меня какая-то вот иркутская такая вот ажурность, да? И вот это будет такой ажурный угол, если я его не испорчу, естественно. Остаются вопросы, которые надо решать по ходу. Ну, вот с этим белым пятном, хотя можно и оставить. Вот чем отличается графика от живописи? Акварель от масла. Тем, что мы всегда имеем право и даже обязаны оставлять белую бумагу. В графике белая бумага это равноценный элемент изображения. В живописи, чем вообще графика от живописи отличается? Тем, что живописец всегда убивает плоскость. Чем угодно. Сюжетом, абстракцией, но он обязан холст закрасить. Если он там оставляет кусочек холста, то работа не доделана. Живописец всегда рисует пространство, живая жизнь. Картина, живописная картина, висящая на стене, это всегда дыра в стене, окно. Поэтому она оформляется в такую мощную-мощную раму, как наличник. И мы всегда видим, что вот эта вот стена, а там живая пись. Там живая жизнь. Графика, висящая на стене, она всегда принадлежит стене. Если я здесь делаю дыры, это я нарушаю правила графики. Оставляя вот эти белые пятна, я соблюдаю правила графики. Она у меня хоть и как бы город, но это графика, это плоский лист. Я не пробил дыру в стене. Для этого нам нужно паспарту. Когда мы оформляем графику, мы делаем обязательно паспарту большое. Паспарту, большая ошибка, кто делает цветные паспарту. Паспарту должно быть точно такого качества и цвета, как бумага. Вот. Иначе это лукавство опять. Иначе я понимаю, что человек не знает, чем отличается живопись от графики. потому, потому что он, когда делает цветное паспарту, это он раму делает. Он не паспарту делает, а раму. А рама, она для живописи, чтобы дырку сделать в стене. А паспарту мирит, она мирит эту картинку со стеной. Вот. Паспарту как бы подчеркивает, оно усиливает мое графическое качество, что я не вру, что вот бумага, вот бумага. Вообще в идеале паспарту не надо, а нужно делать лист бумаги и рисовать. И вообще идеальный рисунок, он должен быть, вот у тебя есть, это самый честный, да, вот здесь вот что-то нарисовано, но должны быть поляр просто, воздух должен быть. Вот. Если вы хотите его все-таки подчеркнуть квадратность, то вы здесь подчеркнете это, а здесь это у вас уйдет куда-то там, да, она перейдет, и у вас эта вещь плоская, она вот это, и вот это одно и то же, только здесь это элемент изображения, а здесь это уже элемент фона, но они абсолютно одинаковые, вот это признак графики, да. Ну, все понятно дальше, что делать, еще здесь столб нарисую черный, там подумаешь, что нарисую, может самолетик нарисую, может еще что-нибудь, ну и будем считать, на этом мы закончили, да, а то, что делать дальше, вы сами знаете, и мне подскажете, да, ну все, хватит на сегодня, все остальные секреты на платных мастер-классах записывайтесь, ищите меня в интернете, в интернете.